А мы продолжаем информационный час на телеканале Алматы. Смотрите далее в выпуске. Расскажу я Далина Сипова. Благоустройство дворов, строительство дорог и стихийная торговля. Какие еще вопросы поднимались жителями Алмалинского района на встрече с Акимом Алматы? Об этом через несколько минут расскажу я Диас Махамбетов. Завершен ремонт дорог до Аллахоля. В каком состоянии трасса сегодня и за сколько можно доехать до озера теперь, выясняла Салтанат Рогалиева. В деле о смерти Алматинки после визита к стоматологу спустя два года нет подозреваемого. Как сообщили в департаменте полиции, расследование все еще продолжается. Напомню, 22-летняя Мария Сергеева перед свадьбой отправилась к дантисту. Но после процедур девушке стало плохо, а позже она скончалась от препарата. Какого? Новые подробности трагедии в репортаже Дамира Анитова. Вот уже два года Александр Сергеев требует наказать виновных в смерти своей дочери. Дело в том, что уголовное дело возбудили и экспертизы назначили. А подозреваемого до сих пор нет. Сокрушается мужчина. Кто виноват в этом? Они же должны были все предусмотреть. Они врачи. А вместо врачей получилось, что клиника Рахат, где она удаляла, получается, они могут себе поставить в перечень услуг еще умерщвления людей. Это очень слишком долго. Долго тянется следствие, долго тянутся экспертизы. По словам Александра Сергеева, экспертиза показала, что грудная клетка его дочери была полностью продавлена, а ребра переломаны. Мужчина считает, что таким образом врачи хотели ее реанимировать. Но дочь могла умереть. Уверен Александр Сергеев из-за препарата, который ей вкололи. Вот как они говорят. Ей сделали общий наркоз для лечения и удаления зубов. А потом впоследок вкололи обезболивающее средство убистузин. Вот при первой экспертизе, медицинской экспертизе, вот этот вот препарат был, это самое. Он и повлек именно смерть моей дочери. Они не считают себя виноват. Начали оправдываться. Мы тут ни при чем, мы тут не это самое. Вот у нас протокол, прочее, прочее. Я говорю, что за протокол, говорю. Вы смотрите, вот он мой протокол, лежит в гробу. В самой клинике комментировать скандальную ситуацию отказались. Но выяснилось, что стоматолог, удалявший зуб девушки, работает в головном офисе. И по делу в качестве пододреваемого он не проходит. Частный секта, вы без рошения не можете снимать. Именно это. Хорошо, что без га бросаться рада. Хорошо. Вам дали рошение. Укс, без га, комментарии береми, мы сделали. Вот такие дадим комментарии береми. Хорошо, вы так и даете, но снимать вы не должны эту территорию. Хорошо снимать за территорией, но не здесь. Тем временем в департаменте полиции объяснили причину затягивания расследования. Было вынесено ходатайство о привлечении шести профильных специалистов, которые каждый, который по своему профилю выносит заключение. В настоящее время результаты комиссионной экспертизы пока не поступили в распоряжение следствия. Это есть в практике, когда медицинские преступления расследуются достаточно длительное время. Между тем, в комитет фармконтроля только за прошлый год поступило свыше 7 тысяч обращений от пациентов. Почти 350 из них по стоматологиям. В 43-х провели внеплановые проверки. Там выявили нарушения стандартов оказания услуг. Неисполнение протоколов, а сами дантисты не заполняли данные о пациентах. Дамир Анитов, Ялкунджана Жемжанов, телеканал Алматы. Антикор завершил расследование в отношении экс-акима Кентау. Он обвиняется в подстрекательстве к даче взятки в особо крупном размере и в мошенничестве. Инцидент произошел в 2013 году. Тогда Рашид Аюпов занимал должность сотрудника канцелярии премьер-министра и склонил собственника частной компании дать взятку ответственным должностным лицам, обещая за это обеспечить победу в тендере по строительству, сообщили в ведомстве. Сейчас материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для проверки законности принятых решений. Получив требуемую сумму денег, он присвоил ее себе и потратил часть ее на приобретение нового дома в городе Астане, дорогостоящей автомашины и нескольких единиц грузовой техники. Санкции следственного суда, он находится под стражей. В китайском сухом порту Сянь запустили строительство казахстанского логистического центра. Выступая на церемонии запуска, глава государства Касымжумар Тукаев отметил, что с начала года транзит грузов увеличился на 35% и превысил 7 миллионов тонн. Для дальнейшего развития перевозок необходима дополнительная инфраструктура. Ожидается, что этот хаб соединит регион Шинси с Казахстаном и Центральной Азией. Далее он откроет дорогу в Европу, Турцию и Иран. За последние 15 лет наша страна инвестировала в эту отрасль 35 миллиардов долларов. Мы создали казахско-китайский логистический центр в порту Лянь-Юньган. Открыли новые железнодорожные маршруты. Начал работу сухой порт Харгос-Восточные ворота. На Каспийском море создана современная инфраструктура. Можно сказать, что эти миры являются частью проводимой работы. В прошлом году между двумя странами было перевезено 23 миллиона тонн грузов по железной дороге. Это беспрецедентный показатель. Как отметил президент, в следующем году через сухой порт будут перевозить электронику, автомобили, текстиль, одежду, обувь и аксессуары, пищевые и сельскохозяйственные продукты, стройматериалы, а также металлы и химическую продукцию. Взаимоотношения с Китаем развивают в соответствии с национальными интересами двух стран. Спикер Верхней Палаты парламента Маулина Шимбаев прокомментировал визитка Сабжимарта Тукаева в КНР. Он отметил, что сейчас реализуется много совместных проектов в транспортно-коммуникационной сфере и экономике. Идет активная работа по развитию новых транспортных маршрутов. И в этой связи очень важно поддерживать взаимовыгодные отношения с Китаем. Нам очень важно поддерживать конструктивные взаимовыгодные отношения с Китаем. И реализовывать политику на дальнейшем укреплении наших отношений. Конечно, с учетом и в целях реализации наших национальных интересов. И у Китая свои национальные интересы. И мы, учитывая интересы стран, уважая суверенитет и независимость наших стран, само собой мы развиваем вот такого рода комплексные взаимоотношения с КНР. Зеленый и цифровой переход, улучшение деловой среды и международные торговые отношения. Это и многое другое сегодня обсудили участники второго экономического форума Валматы. На мероприятии представители финансовых институтов, частного сектора и члены гражданского общества затронут также вопросы взаимодействия ЕС и Центральной Азии в наиболее приоритетных областях взаимного сотрудничества. Масштабная встреча авторитетных инвесторов и экспертов финансовой сферы началась с приветствия Акима Ербулата Дусаева. Глава мегаполиса подчеркнул, что торговая отрасль играет важнейшую роль в сближении стран и континентов. Мы рады быть частью проекта Ready for Trade «Центральная Азия», который направлен на поддержку инвестиций и конкурентоспособности, устойчивое и всестороннее экономическое развитие региона. Улучшение условий ведения бизнеса в каждой из стран Центральной Азии за счет совершенствования процедур регулирования торговли повысит конкурентоспособность малых и средних предприятий. Как отметили зарубежные эксперты, ожидается, что работа форума сосредоточится на ключевых аспектах и инициативе Европейского Союза, включая Global Gateway, Европейское зеленое соглашение, цифровую повестку дня, региональные и двусторонние программы на 2021-2027 годы. Не останутся в стороне и вопросы, предлагаемые частным сектором. Сегодня мы опираемся на национальные стратегии, разработанные правительствами стран Центральной Азии в важнейших областях для будущих реформ. Очень важно обсудить вопросы по дальнейшему взаимодействию с частным сектором и сотрудничеству между бизнесом из обоих регионов. До 19 миллиардов тенге вырос бюджет Алмалинского района Алматы. Об этом сообщил Аким города Ербулат Дусаев на встрече с населением района. По его словам, на реализацию 35 проектов программы «Бюджет народного участия» дополнительно выделено 875 миллионов тенге. Деньги потратят на благоустройство общественных пространств, дорожные инфраструктуры и освещение улиц. Речь на встрече также шла о насущных вопросах. Подробнее о них в материале Дияса Махамбетова. Стихийная торговля – одна из насущных проблем, которую всерьез намерены решать городские власти. Речь идет о рынке, который с наступлением тепла образовался рядом с многоэтажным домом в микрорайоне Тастак-3. Недовольные этим, жильцы попросили Акима вмешаться в ситуацию. Неудобства доставляют колоссальные, то есть это и различные насекомые, которые залетают в окна, и запахи как туалета, который биотуалет установлен, так и гнилых всяких моментов, которые и мясо торгуют, и курей торгуют, и колбасы, и яйца. Все это без холодильников, к сожалению, на прилавках находится. Мусор вывозится на близлежащие мусорные баки. То есть это все, опять-таки, жители оплачивают, а пользуется рынок стихийный. Но чтобы решить проблему, в городской администрации намерены изъять землю и перевести ее на баланс города. К сожалению, судимся. Я подписал необходимое постановление об изъятии. И мы договорились, что хозяин магазина, который находится, он сказал, что еще, собственно, средств готов привезти в парк порядок. Но сейчас самое главное, хотя бы землю вернуть. На отчетной встрече поднимались и другие вопросы, касающиеся благоустройства дворов, стихийных парковок, создания креативных пространств и жилищно-коммунального хозяйства. КСК вогнал нас в серьезные долги. Собрали у нас деньги, открыв лицевые счета. На сегодня сумма долга составляет 27 миллионов тенге. У нас приватизированное общежитие. Как такое возможно? Через месяц энергосбыт хочет оставить нас без света. Вам необходимо обратиться с заявлением, в котором нужно отразить, откуда и как образовался долг. Если это КСК украл деньги, не оплатил в энергосбыт, напишите заявление. Я проверю. Вторая по счету отчетная встреча Ербулата Досаева с жителями Алмалинского района в этом году длилась меньше двух часов. На нее пришло свыше 200 человек. Многие вопросы были решены на месте. Следующая встреча главы мегаполиса пройдет 25 мая в Наур-Избайском районе. Диас Махамбетов, Джексылык Толебберген, телеканал Алматы. Пробивку одной из центральных улиц начнут в Алматы. В июне планируется расширить дорогу в Алмалинском районе по улице Айтикиби. Об этом стало известно на очередной встрече Акима Ербулата Досаева с населением. По словам главы города, вскоре в центральной части мегаполиса начнут средний ремонт 11 улиц и 5 магистралей общей протяженностью 25 километров. На эти цели из местного бюджета выделили больше 4 миллиардов тенге. До конца года в районе также модернизируют десятки километров инженерных сетей. До конца этого года планируем охватить модернизацию еще 50 километров сетей с реконструкцией 28 подстанций. Эти меры позволят значительно снизить износ электросетей до 61%. Сегодня износ составляет почти 80 с лишним. С начала года будет проведен ремонт полутора километров водопроводных сетей по внутридворовых территориях по улицам Тургутово-Зала, Чайковского и Махатаева. А также построены 700 метров новых канализационных сетей по улицам Бруно и Рахманинова. Решается в районе проблема дефицита ученических мест. В этом году по проспекту Раймбека начнется строительство новой школы. Сейчас в профильных управлениях активно занимаются разработкой проектных смет двух дополнительных пристроек. А вот для повышения качества медуслуг в мегаполисе ведется работа по реконструкции здания бывшей железнодорожной больницы на Абая-Масанчи с сохранением исторического облика. После завершения строительства там откроют современный городской детский реабилитационный центр. Также Акиматом до конца 2023 года будут разработаны еще два проекта. Строительство новой поликлиники на 500 посещений по улице АТКБ на месте ревматологического центра со сносом старого здания и проект строительства спортивного центра с бассейном для детей с задержкой психического развития. Вы смотрите новости, далее выпуски. Банки стран ЕАЭС получат доступ к кредитным историям казахстанцев. Какие преимущества даст закон, одобренный Сенатом, и сколько должны иностранцы отечественным банкам, расскажу я Далина Сипова. Завершен ремонт дорог до Аллополя. В каком состоянии трасса сегодня и за сколько можно доехать до озера теперь, выясняла Салдана Трогалиева. Кредитные истории казахстанцев станут доступны банкам стран ЕАЭС. Соответствующий законопроект одобрили сенаторы. Увидеть платежеспособность потенциальных клиентов из Казахстана смогут не только банки второго уровня, но и микрокредитные организации всего Евразийского экономического союза. Что это изменит и даст гражданам стран-участниц в материале Далина Сипова. Кредиты в странах Евразийского экономического союза казахстанцам доступны давно, но увидеть кредитную историю зарубежные банки не могут. Сколько долгов у жителей республики перед банками в странах ЕАЭС, сказать точно сейчас нельзя, так как статистику казахстанские чиновники не ведут. Зато известно, что отечественные банки прокредитовали иностранцев на 120 миллиардов тенге. 5% от этой суммы проблемные. В банках Казахстана более 2000 физических лиц, 42 организации юридические других стран Евразийского экономического союза имеют 120 кредитов на сумму около 120 миллиардов тенге. И данные вопросы, в принципе, они на сегодня отработают везде. Но именно обмен данными и понимание банками второго уровня стран Евразийского экономического союза о кредитной истории регулируется только данным соглашением. После того, как закон вступит в силу, казахстанцы с хорошей кредит-сторией смогут выбирать более выгодные условия кредитования сразу в пяти странах. Но, соглашаясь с условиями иностранных банков, нужно быть готовым к тому, что непогашенные долги будут выбивать методами той страны, где кредит был оформлен. Все риски, связанные в том числе, что будут делать с этим кредитом в случае просрочки, он уведомлен. Поэтому законодательно нет у нас ограничений для того, чтобы защищать нашего заемщика от действий российского коллектора. В одобренном сенаторами соглашении прописан порядок обмена и перечень передаваемой информации. Авторы проекта уверяют, что доступ к ней иностранные банки смогут получать только с согласия потенциального заемщика. Даля Насипова, Дания Румарь, Ринат Утеев, телеканал Алматы, Астана. В Казахстане родители стали чаще бить детей и нарушать их права. Об этом сообщил замминистр просвещения Еделью Спан. По его словам, в прошлом году за невыполнение родительских обязанностей к административной ответственности привлекли порядка 7 тысяч казахстанцев. По данным ведомства, сейчас на внутришкольном учете зарегистрировано 6 тысяч детей с различными проблемами. В 2021 году было зарегистрировано более 5 тысяч таких случаев. Очень важно сформировать в обществе культуру нетерпимости к насилию в отношении детей. В 2022 году 39 человек привлечены к административной ответственности за сокрытие правонарушений в отношении детей. Однако факты сокрытия продолжают выявляться. Между тем, ежегодно стражи порядка доставляют в отделение полиции порядка 100 тысяч несовершеннолетних с улиц. По данным МВД, зачастую они бывают и в увеселительных заведениях в ночное время. Ведомстве напомнили и об ответственности бизнеса. Предусмотрена у нас административная ответственность и предприниматели, которые позволяют в увеселительных заведениях в ночное время, чтобы были несовершеннолетние. В этом году привлечено более 680 таких предпринимателей к ответственности. Таких всех лиц мы ставим на свой учет в органах внутренних дел. С ними проводится индивидуальная профилактическая работа. Доехать от Алматы до Алаколя теперь будет быстрее и комфортнее. Долгожданный участок республиканской трассы Алматы-Оскимен от Талдыкургана до Лечебного озера реконструировали. Ремонт автодороги длился 5 лет. Шоссе полностью асфальтировали. Сейчас продолжается строительство мостов. В этом убедилась наша съемочная группа. Репортаж Салтанат Нургалиевой. Дорогу до привлекательного для туристов Алаколя ремонтируют уже многие годы. Раньше, чтобы добраться до известного озера на авто, нужно было преодолеть несколько сотен километров по бездорожью. А это вызывало уйму неудобств. Но в этом году все изменится, обещают чиновники. Сейчас на трассе Талдыкурган-Учарал есть маленькие участки, на которых еще ведутся работы. Реконструкция республиканской дороги в этом году завершится полностью. Ремонт автодороги Талдыкурган-Колбатаус-Кимен протяженностью 313 километров начался в 2018. За пять лет строители не только расширили магистраль, но и залатали сложные участки. Теперь осталось уложить асфальт на трех километрах, включая переходы через мосты. На участках две смены работают порядка 600 человек. Задействовано 200 единиц техники. На пяти километрах укладываем асфальт, например, на неделю. И движение перебрасываем уже на новый асфальт. И на следующий участок вот так вот переходим в шахматном порядке. У Шарал-Досток дорога общая протяженность 180 километров. Работы начаты в 2019 году. По договору заканчиваем в текущем году. Из 180 километров на 180 километрах движение организовано. Большая часть известной всем водителям дороги, ведущей к целебному озеру Учарал-Акши, тоже заасфальтировали. Там проложили тротуар и установили освещение для ночных поездок. В конце мая, по словам ответственных специалистов, начнется ремонт на 500 квадратных метрах, который закончится к самому пику потока туристов. В планах и капремонт на оставшихся участках, дабы устранить все ямы и неровности. До Акши дорога составляет 55 километров. Почти 37 заасфальтировано. В этом году все дороги приведем в порядок для удобства наших граждан. Что касается уборки мусора, из-за того, что это туристическая зона, не всегда успеваем его убирать. У нас есть 4 единицы техники и 6 рабочих. Каждый день все чистим. Представители Казавтожола заверили, что качество республиканских дорог на особом контроле. Каждый подрядчик аккредитован в дорожных лабораториях, принимающими материал, который тщательно отбирается. А сам процесс работы в постоянном поле зрения службы технодзора. Они в любое время могут приехать на участок, на уложенных местах, где во время их отсутствия, например, подрядная организация уже уложила асфальт. В этих местах они отбирают керны, проверяют, во-первых, толщину, во-вторых, в лабораторном режиме уже проверяют уплотнение асфальта. А еще для удобства водителей и пассажиров до середины июня запланировано открыть площадки для отдыха и установить санитарно-гигиенические устройства вдоль автодороги. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина продолжает покорять итальянские корты. На престижном турнире интернационале БНЛ Де Италия, проходящем в Риме, первая ракетка Казахстана взяла вверх над первой ракеткой мира Игорь Швентек из Польши. Матч 1-4 финала длился 2 часа и 22 минуты. Первый сет, завершившийся со счетом 6-2, уверенно записала в свой актив полячка. А вот во втором Рыбакина оказалась сильнее на тайбрейке 7-6. Третий сет Швентек при счете 2-2 отказалась продолжать игру из-за травмы. Теперь в полуфинале казахстанка сыграет с Еленой Остапенко из Латвии. Спортсменки уже встречались на корте в этом году. Тогда победу в рамках Australian Open праздновала Рыбакина. За выход в финал теннисистки поспорят уже 19 мая в 17.00 по времени Астаны. Профессиональный турнир водителей, экскаваторов и погрузчиков прошел в Алматы. Принять участие в топ-драйвере приехали специалисты из разных регионов Казахстана. Мастера спецтехники состязались за призы и обменивались навыками и опытом. За профессиональной гонкой наблюдал Рустам Ралбаев. Этот турнир проходит в честь десятилетия компании Сивала, занимающейся продажей спецтехники. На сегодняшний день они единственные в мире дистрибьюторы марки SDLG. Именно на их экскаваторах и погрузчиках проходило состязание лучших водителей. По словам участников, это надежная марка спецтехники, и ничто не мешало им показать все свое умение. На спецтехнике фирмы SDLG я работаю уже порядка шести лет. Она очень качественная и удобная в управлении. Я очень рад, что организовали такое состязание. Специально приехал из Астаны, чтобы принять в нем участие. Надеюсь заслужить место в топе и выиграть какой-нибудь приз. Для всех участников турнира предусмотрели бесплатное пребывание, питание и развлекательную программу. По словам организаторов, цель этого состязания в том, чтобы дать возможность операторам спецтехники обменяться опытом, а также поднять интерес к этой профессии среди молодежи. С этой компанией мы сотрудничаем вот уже четыре года. За это время мы смогли много раз убедиться в качестве техники и уровне сервиса. Жалоб от клиентов мы не получаем. Я поздравляю компанию с десятилетием и очень рад, что они решили отметить это событие таким образом. Всем участникам желаю удачи. Сегодня в нашей компании трудится более ста сотрудников. Есть филиалы по всему Казахстану. Компания вошла в тройку лидирующих компаний по продаже спецтехники. Компания ставит перед собой амбициозные планы и мы вместе с нашим коллективом добьемся его. Спасибо. Чемпионов состязания ожидают ценные призы. Смартфоны, планшеты и другие награды. Организаторы пообещали, что без подарков не останется ни один участник. В будущем такие турниры планируется проводить ежегодно. Рустам Аралбаев, Гульмарал и Сатказа, Арсен Сандыбаев, телеканал Алматы. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин